Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 16 июня и это аналитика для клиентов брокерской компании Амаркетс. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар пробил свой ключевой уровень 1.13244. Сейчас я ожидаю движения его до максимального потенциала это 1.13822. Отсюда начнется как минимум коррекция, которую можно будет уже позже посчитать. Но пока покупки. Доллар-франк. Доллар-франк у нас достигает тоже ключевого уровня. По моим расчетам это 0.94624. И отсюда начнутся уже дальнейшие покупки, если этот уровень не будет пробить. Пока идея именно такая, что отсюда начнутся покупки. Именно на сегодня. Фунт достиг ключевого уровня 1.26744. Сейчас происходит откат от этого уровня. Вообще рассчитывал, что он пойдет дальше. Но пока что формируется разворот. И здесь возможно начнутся именно отсюда продажи. Дальнейшие продажи по фунту. Как только сформируется здесь конструкция и определенное движение, можно будет посчитать. Коррекция все-таки это или разворот. Канадский доллар не дошел немного до уровня по моим расчетам 1.34963. И сейчас возвращается обратно уровень 1.35555. Если сейчас формируется хорошая конструкция вверх, то можно будет рассматривать его покупки. Но вообще я думал, что он сегодня все-таки дойдет до этого уровня. И здесь сейчас откатит. Но учитывая формацию самой валютной пары, здесь формируется явно и флэт. Явно флэтовая ситуация, которая часто встречается на канадце. И здесь нужно будет смотреть аккуратно. Если все-таки моя идея отработает и от этого уровня продолжатся продажи, то здесь можно будет уже смотреть какие-то движения. То есть точку входа от уровня 1.35555 на продаже, если она сформируется. Австралийский доллар дошел до ключевого уровня 0.69468. И немного его ложно пробил. Сейчас цена опустилась обратно вниз. В принципе формируется формация на продаже. Здесь я ожидал как минимум коррекцию увидеть. И поэтому сейчас можно будет ее... Через какое-то время еще немного сформируется формация для того, чтобы произвести расчеты потенциала этой коррекции. И тогда здесь еще точку входа поискать на откате. Новозеландский доллар. Например, та же самая ситуация. Уровень 0.64678 является ключевым. Если цена сейчас его пробьет и зафиксируется под ним, то начнутся продажи по новозеландскому доллару. Можно будет на откате их смотреть. Вообще новозеландский доллар конечно немного не достиг уровня 0.65177, который я рассчитывал. Вот поэтому возможна вероятность, что он еще до него может дойти и только оттуда начать свои продажи. Нужно будет сейчас посмотреть. Но пока что есть определенные предпосылки на пробой 0.64678. Посмотрим в течение дня. Иена достигла коррекционных уровней 107.555 коррекционного уровня. И здесь возникло еще со вчерашнего дня определенный флэт. И хотелось бы конечно отсюда начать продажи дальнейшие согласно последнему тренду нисходящему. Но пока Иена не дает никаких сигналов на продажи, поэтому в этом флэте особо никаких идей нет. Хотелось бы какое-то хорошее движение увидеть порядка вот такого, чтобы понять, что продажи начались. Есть еще момент, что уровень 107.846 является максимальным пределом по потенциалу покупок. И между этими двумя уровнями 107.555 и 107.846 есть зона неопределенности. Если сюда Иена попадет, то пока ее трогать лучше не стоит. Здесь может, она еще немного флэтится. Может быть сегодня, завтра флэтится. И лучше конечно рассматривать вот такой вариант. Это на сильный отскок от уровня 107.555 либо уже пробитие 107.846, чтобы понять, что начались покупки золота. Золото по вчерашним движениям, по моим расчетам, не достигло потенциала. Потенциал был 1736.13. Сейчас цена скорректировалась. Скорректировалась в уровень 1721.49 и отсюда я все-таки ожидаю, что он дойдет до своего потенциала вчерашнего и уже отсюда начнет какой-то разворот. Но надо учитывать, что опять же, предыдущая ситуация, золото возвращается в свой флэт, который длился 11-12 июня. И поэтому здесь нужно быть аккуратным. Особо движений может быть никаких и не будет. Вот здесь, если точка входа на покупки все-таки сформируется, можно будет прикупить золото до уровня 1736.13 и здесь уже закрыть сделку и посмотреть, что дальше будет. Если уровень 1721.49 будет сегодня пробит, то, естественно, нужно будет смотреть уже продажи. Здесь уже явно никаких ни покупок, ни флэта уже не будет. И золото вырвется из этого флэтового накопления и можно будет его продавать. Нефть стремится к своему потенциалу. Это уровень 4057. Уровень является коррекционным. От него нефть я ожидаю дальше на продажи, на понижение. Если уровень 4057 нефть пробьет, здесь есть еще один уровень 41.29 и вот эта зона, она будет зоной неопределенности. Если сюда попадет нефть, она немного может зафлетить, как это произошло 9-10 июня. И, соответственно, здесь уже ее продавать или покупать не нужно будет. Нужно будет ждать пробития уровня 41.29. Ну а на сегодня я пока планирую, что от уровня 4057 нефть развернется и пойдет вниз. Здесь нужно поискать точку входа на продажи. Индекс S&P 500. Почти уже достиг своего потенциала 3132.6. Здесь я ожидал конец покупок по вчерашних покупок. И здесь, собственно говоря, до сих пор его и жду. Сейчас небольшая коррекция и, я думаю, уровень будет достигнуть сегодня. Здесь уже можно будет рассматривать продажи, то есть может быть коррекция. Коррекция может дать неплохую прибыль. Там можно поискать точку входа. Биткоин. Биткоин достиг ключевого коррекционного уровня 9535.48. И здесь пока идет откат. То есть никаких разворотов пока я не вижу. То есть никаких сигналов нет еще на продажи. Уровень достаточно такой интересный. И если от него возникнет хорошее движение вниз, то есть биткоин провалится пониже, то можно будет его рассмотреть на продаже. Если уровень будет пробит, то потенциал движения уже будет порядка уровня 9937.38. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok